Принятая этим летом статья Конституции Российской Федерации, которая призвана защищать животных от жестокого обращения, до сих пор не работает. В Братске неизвестные избили и выгнали из дома собаку. От полученных травм питомец скончался. Все подробности узнаете в следующем материале. На кадрах, которые сделали неравнодушные жители Братска, зафиксированы последние минуты жизни этой собаки. Неизвестные выкинули четвероногого на улицу прямо в его домашней лежанке. Животное не просто выставили за дверь, а еще и зверски избили. Это выяснилось после того, как пса привезли в приют. Волонтеры девочки подобрали собаку и привезли ко мне в приют, чтобы мы помогли ему пролечиться. Но, к сожалению, собаку не довезли, пёс умер по дороге. Пса отдали на вскрытие. Основные травмы это была сломана челюсть, разорван мочевой пузырь и оторвана почка. По характеру травм специалисты сделали вывод, что собаку избивали систематически. Кто и за что еще только предстоит узнать. И таких случаев жестокого обращения с братьями нашими меньшими, к большому сожалению, хватает. В том же Братском районе на днях неизвестный решил просто бросить собаку в лесу. Привязал ее к дереву и оставил умирать на морозе. К счастью, четвероногого спасли. Но это сделать удается далеко не всегда. Людей даже не пугает ответственность перед законом. Жестокое обращение с животными наказывается штрафом до 80 тысяч рублей. Либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до трех лет. Более жестокое наказание предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Несмотря на это, в Братске факты жестокого обращения выявляются регулярно. Так, в феврале погибли две собаки, у которых были хозяева. В первом случае смерть питомца наступила от недосмотра. Хозяин животного лег в больницу на операцию, а кормить беднягу было некому. А второй эпизод поразил своей жестокостью. У пса была пробита голова и отрезаны уши. Его успели найти живым, но спасти не смогли. Все это лишний раз подтверждает, что закон о жестоком обращении с животными пока почти не работает. И живодеры в большинстве своем остаются безнаказанными. Данил Седов, Новости по будням.